Жителей Уральска возмутили высохшие клумбы. В этом году состояние зеленых насаждений в областном центре оставляет желать лучшего. Напомним, что начиная с прошлого года был заключен трехлетний договор с подрядчиками. На озеленение двум организациям выделили более 800 миллионов тенге. Но качественные работы на эти деньги горожане не увидели. Ураль всегда считался одним из самых зеленых городов Казахстана. Но этот статус предполагает большую работу по высадке и уходу за зелеными насаждениями. Между тем жители города возмущаются состоянием некоторых клумб. Цветы на них бесполиво засыхают и не радуют глаз. Возле моста через реку Урал на автодороге в сторону подстепного клумбы в очень плохом состоянии. Такая же ситуация на кольце возле завода Омега и железнодорожном вокзале. При этом на озеленение выделили огромные деньги. Почему не следят за цветами? Всегда высаживают цветочки, всегда очень красиво. Но, конечно, за ними нужно ухаживать, поливать, удобрять. Но не всегда видно, что надлежащий уход, потому что гибнут, засыхают очень часто, особенно вдоль дорог цветы. В отделе жилищно-коммунального хозяйства проинформировали, что тендер на озеленение был разыгран на три года. Общая сумма порядка 830 миллионов в Тенге, 324 из которых должны освоить представители крестьянского хозяйства Уланов. Но по их объектам есть много замечаний. Подрядчик должен был в начале весны провести инвентаризацию по всем своим клумбам. Она указана в договоре. И они должны были после этой инвентаризации восстановить цветы, то есть делать подсадку именно в клумбах, где растут многолетние цветы. Но эти работы тоже не были сделаны. Мы эти моменты тоже сортировали со стороны нашего отдела. И сейчас, как я уже говорил, мы готовим документы. Между тем, сами подрядчики говорят, что в условиях конкурса не были предусмотрены некоторые расходы. Поэтому и вянут цветы на уральских клумбах. Были в прошлом году посажены многолетние растения, но в связи с тем, что все-таки не было предусмотрено замена грунта, внесение удобрений, слабо растут, слабо наращивают массу растений многолетние. Для украшения, чтобы как-то был какой-то вид, значит, по предложению ЖКХ, мы, значит, там подсаживаем однолетние растения. И жара, и земля очень плохая. Во-первых, надо мульчировать. У нас, сами знаете, какая жара, вот только полили моментально, прямо вот буквально после обеда уже трескается. Стоит отметить, что из высаженных деревьев другой подрядной организации, ТОО «Жасуланфлора» погибли порядка 30 процентов. И осенью придется высаживать новые деревья. Перед участием в тендере озеленители обещали большие газоны, метровые розы. Но на деле получилось все как всегда. Вот здесь, возле памятника Сырымодатова, мы можем увидеть вот такие растения. Они нуждаются в хорошем уходе. Роман Копняев, Айбулат ЖГПР, Александр Грабарев. Телеканал ТДК-42.